Слава Украине! Привет всем от Полонского! Помните, как все смеялись над ёптофоном, российским, так сказать, телефоном? Сколько их там продали? 500 или 600 штук в результате? Ну, ржачка была, конечно, капитальная. Он отказался, конечно, полностью китайским, но... Россия выдавала его за свое производство, чудо техники и так далее. Но было, конечно... Скажем так, одним словом был отстой. Да, отстой и подделка. Вот. Ну, а сейчас же у них новая фишка, новый ёптофон называется... Как там? Эрфон. Эрфон. Все, да, путинисты в экстазе кричат. Все, мы, значит, забили. Айфон нам больше не нужен. Мы, значит, теперь мы электроники. Помните, приключения электроника? Да, мы теперь электроники. Мы теперь телефоники, телефонисты, значит, все. И, значит, Раиса вперде. Все как обычно, да? Вот. Ну, а досужие техноблогеры, давай же смотреть этот ёптофон новый. Или как он там? Эрфон. И вот, ребята, позорище, еще худшее оказалось, чем тот же самый ёптофон. Итак, Эрфон оказался бангладешским, даже не китайским, а бангладешковым, дешманским, бангладешским телефоном Symfony Helio 60. Еще и не новым. Единственная разница полностью, начинка, дизайн. Единственная разница, что оказалось, что у бан... Нет, две разницы. Две. Оказалось, что у бангладешского телефона, при всем том, что он дешманский, гораздо лучше камеры. Камеры более высокого уровня. И при всем этом, бангладешский телефон в два раза дешевле, чем, так называемый, вот этот российский. Вот, собственно говоря, сравнение на этом можно заканчивать. И хочется вот спросить у россиян. Вы знаете, мы всегда называем Россию за уровень развития Северной Нигерии. В принципе, это в каком-то плане справедливо, потому что страна Нигерия тоже в значительной степени живет за счет нефти. Ну, а все остальное там, будем говорить так, не очень развито. Ну, вот, похоже на Россию. Да и вид нигерийских городов и российских городов, он очень похож... Давайте Москву, Санкт-Петербург оставим немножко в покое. А возьмем там сама руку, это Ижевск, Шмужевск, да, вот этот Запердяевск. Вот это как раз будет с Нигерией, очень можно даже сравнивать. Только непонятно, у кого лучше, у кого хуже. Но оказалось, что сравнивать можно теперь уже и с Бангладешем. Вот сами вот пройдитесь по картам, посмотрите, как оно Бангладеш. Но Бангладеш оказался все-таки лучше и немножечко все-таки поумнее, потому что телефон они свояли лучше, камеры все-таки лучше, да. И... ну и дешевле, что немаловажно для большинства людей. Так что вот мой кот считает, что бангладешский телефон все-таки лучше. Да и Бангладеш лучше России.